Печенье с корицей Всем привет! Что-то давно мы ничего не пекли. И поэтому сегодня в нашей домашней вкусноежке мы приготовим печенье с корицей на кефире без яиц. Все очень просто и недорого. Нам понадобится 300 грамм муки 120 грамм кефира 100 грамм сахара 100 грамм сливочного масла 1-2 чайной ложки соли и 1-2 чайной ложки соды Ваниль по желанию. И для начинки будем использовать 50 грамм сахара и столовую ложку сухой корицы. Приступим! Все ингредиенты я заранее взвесила, отмерила. Вот здесь у нас 120 грамм кефира. Добавляем соль в кефир высыпаем сахар перемешиваем Сюда же добавляем соду Я ее этим разом не гашу, так как кефир имеет кислоту и она будет за счет кефирной кислоты должна погаситься. Теперь берем муку 300 грамм 300 грамм В нее выливаем кефир с сахаром с солью и с содой все это перемешиваем Хорош наверное рукой уже надо замешивать и сюда же добавляю вот так растопленное масло добавляем и вымешиваем тесто не должно быть густым ну должно хорошо отставать от рук то есть к рукам она не прилипает как всегда тесто нужно выстояться для этого мы сейчас накроем салфеточкой полотенечком кухонным и полчаса дадим тесту настояться через полчаса открываем наше тесто ну вот такое вот мягонькая рукам не пристает нам нужно его раскатать видите даже и к столу не пристает то есть не нужно посыпать больше мукой просто раскатаем где-то 0,7 сантиметров толщина чтобы было 0,5 к сахару 50 грамм сахара берем ложку корицы вообще по рецепту как столовая ложка но я думаю одной чайной будет достаточно кто корицу не любит можно заменить какао порошком мы сегодня печем с корицей теперь посыпем сахаром с корицей и Смотрите продолжение в следующей серии. Какао. И теперь скатаем наше тесто вот таким рулетиком. Далее разрезаем нашу колбаску. Вот на такие печенюшки. При нарезании они немножечко у нас приплюскиваются. Мы вот так руками придадим форму, чтобы они были все-таки кругленькие. Теперь где-то вот так поправим. Так. Так. Готовые печенюшки укладываем на противень. Ну с расстоянием, чтобы между ними они за счет соды будут еще увеличиваться в размере. Я подстилаю вот еще пергаментную бумагу. Можно и без бумаги просто выпекать. Осталось немножко сахара и корицы у меня. Я еще сверху посыплю. Предварительно противень и бумагу маслом смазывать не надо. Так как у нас в тесте присутствует достаточное количество масла, ничего у нас не прилипнет. Итак, готовые, вернее подготовленные печенюшки мы отправляем в духовку, в разогретую духовку на 25 минут. Но опять же напоминаю, нужно посматривать. У каждого духовка печет по-разному, по-своему. Следим в течение 25 минут. Мы следим. Через 25 минут вынимаем из духовки. Вот наша печенюшка. Сверху как-то не очень зарумяненная. Зато снизу по полной программке. Ну ничего. Дадим печенью немножко пристыть. Ставим чайник. И приглашаем всех к столу на чаепитие. Приятного аппетита. Вот и все. Все готово. Давайте попробуем. Видите, ломается очень такое мягкое оно получается. Я почему-то думала, что если будет без яиц, то будет какой-то сухарик. Нет, оно довольно-таки вот мягонькое. Что мне больше всего нравится, неприторно-сладкое. Даже если кто очень любит посладше, то можно немножко сахарка, наверное, и добавить. Ну а так... Прямо играет. Несмотря на то, что уже печенье остывшее. Наливаем чайку и садимся пробовать. Напоминаю, что сегодня мы готовили печенье с корицей на кефире без яиц. Кому было полезно наше видео, ставим лайк. Чтобы не пропустить наш следующий выпуск, жмем на колокольчик. Ну и, конечно, пишем в комментариях, что бы вы хотели еще с нами приготовить. Всем пока-пока. До скорой встречи на кухне и на рыбалке. До скорой встречи на кухне.